Приветствую вас! Смотрю, тут уже такая целая дискуссия образовалась небольшая на тему того, как вам помочь и, собственно, что вам делать. И я думаю, что, вы знаете, я думаю, что надо бы все очень детально забрать. Ну, то есть, то, что вы сейчас чувствуете, это следствие, безусловно, панических атак. А панические атаки у вас образовались из-за того, что были проблемы в детстве, причем проблемы достаточно серьезные. Вот это вот ваш жил без матери и отца. Почему они вас бросили, вообще непонятно. Но то, что они вас бросили, не могло не повлиять на вас. Это очевидно совершенно. Это однозначно. Не могло не повлиять на вас то, что отец и мать вас бросила. Далее. Бабушка, скорее всего, дала вам, ну, такие, я бы не сказал, прям плохие, может быть, но характерные, может быть, своеобразные ценности, которые вряд ли вам в жизни как-то помогли сюда по всему. Потому что у вас, по вашему же высказыванию, значит, в личной жизни ничего не было, ничего не случилось, вообще отношений не было. В социальной жизни такие же трудности. И очевидно, что здесь проблема связана с неуверенностью в себе, очевидно, что здесь проблема связана с сомнением в себе, со страхами не только, там, сердечного приступа, как вы говорите, и инсульта, а вообще со страхами, как страховыми, в принципе. И я думаю, что это тоже достаточно серьезная проблема. Вот вы знаете, получается так, что, в общем-то, то, чего вы боитесь сейчас, и то, с чем вы обратились к нам на ресурс, собственно говоря, вот то, чего вы боитесь сейчас, это, знаете, следствие того, что с вами происходило до этого. Вот прямо очень сильно это бросается в глаза. Я вам могу сказать, что, знаете, вот можно вам порекомендовать, например, ну, несколько средств для того, чтобы не бояться. Например, чтобы не быть голословным, почаще спрашивайте себя, ну, случилось ли с вами что-то плохое или нет. Почаще спрашивайте себя, произошло ли с вами что-то дурное или нет. Почаще спрашивайте себя, что вы будете делать, собственно говоря, если это произойдет. То есть, вот, рационализируйте свой страх. Старайтесь его рационализировать. Чем лучше вы будете его рационализировать, тем активнее вы будете его рационализировать. Чем лучше будет для вас, на самом деле. Это такой вот первый момент, то, что вы уже сейчас можете делать. Рационализировать свой страх. Понять, что страх – это ничто иное, как мистическое представление о каком-то явлении. Но страх – как же? Это еще и комплексное представление, это еще и комплексное явление. И комплексное явление – это означает ядерное. А ядерное явление означает, что в центре стоит какая-то эмоция, яркое, сильное, невыраженное вами, но имеющее сильное представление в вашем сознании. А на нее нанизываются другие, разные другие эмоции. И вот страх у вас, судя по всему, это и есть следствие ядерного, ну, такого, знаете, ядерного переживания, может быть, ядерного комплекса, да. И нужно вот эти связи, чем связаны вот эти вот ядерочки, чем они связаны между собой, вот этот вот комплекс, его нужно находить и разбивать. А это значит анализировать всю вашу жизнь, начиная от детства и заканчивая настоящей социальной и личной активностью. Почему у вас проблемы сейчас? А с тем связаны приступы панического страха. А ведь вы совсем, наверное, другого боялись, боитесь и так далее. Но в любом случае, со всем этим нужно работать. В любом случае, со всем этим нужно разбираться. А не так вот, что в рамках одного ответа вам можно будет сразу помочь. Я думаю, да. Безусловно, к тому, что сказала эксперт Лидия, я бы рекомендовал прислушиваться. Потому что она, на мой взгляд, достаточно хорошо вам ответила, правильно и так далее. Вот. Но и вот этот момент тоже постарайтесь как-то учитывать, что не только дело в том, что у вас страх есть. Ну, не только в этом дело. Дело в том, что у вас целый букет, целый набор негативных переживаний. И с этим совсем, ну, не разбираться. Вот, заходите ли вы с этим разбираться или нет, это очень большой вопрос. А что касается страха, я вам серьезно говорю. У любого страха есть, знаете как, внешняя сторона, то есть, по сути, его внешнее проявление, и сторона внутренняя. Обычно человеку невидимо, к сожалению. Это та сторона, которая представляет из себя, опять-таки, ядерное, то есть, основное негативное обстоятельство, которое вызывает у вас негатив. Вот об этом и нужно разговаривать. Это и нужно искать. Искать это самое негативное обстоятельство, которое и является, как бы, которое напоминает вам о себе через страх. Понимаете? Если вы это негативное обстоятельство найдете, то вы за драком сможете справиться. Скорректировать свое поведение сможете. И беспокоиться на вас оно не будет. Ну, естественно, мы здесь все равно, так или иначе, только предполагаем. То есть, вот, я, эксперт видео, мы все все равно предполагаем столько. Чтобы понять, что у вас действительно, нужно ли вам, например, психотерапевту, как говорит Лидия. Или можно решить все это путем проработки, а путем работы с вами. Это все решается только процесс личной консультации. И от того, насколько у вас действительно все серьезно. И пока, если честно, ответа на этот вопрос, насколько у вас все серьезно, я не увидел. Поэтому, решать вам я, наверное, на это все закончу. Надеюсь, что помог. Если остались какие-то вопросы ко мне, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!